Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Юля, и здесь я рассказываю о своей жизни в Лондоне. Я думаю, что вы заметили, что Лондон — это не только про дожди, как почему-то принято считать. Сегодня очень классное большое солнышко, вот целый день с самого утра, никаких признаков вообще дождя нет. И такая погода, мне кажется, уже последние несколько недель. Мы приближаемся к той самой нормальной солнечной, тёплой весне. И я даже думаю, что... Я помню, когда я сюда приехала несколько лет назад на учёбу, и здесь в апреле уже было прям такое, знаете, вот лето-лето. Я помню, что в апреле месяце где-то... Ну, сейчас не апрель, да, но вот где-то в середине апреля я уже ездила в Брайтон купаться в море. Сейчас, конечно, не уверена, что будет то же самое, что в прошлом году было холодно, ну, кто знает. Здесь такой переход по погоде, он очень резкий, как-то нет плавного, да, так как принято, допустим, в Украине, что переходится сразу зима, мы видим зиму, весну, лето, да, как все сезоны. А здесь как-то вот сразу холодно-холодно, а потом, бац, резко тепло, и настолько тепло, что ты вроде только купил осеннюю-весеннюю одежду, а очень сильно жарко и уже как бы неактуально. Поэтому погода кайф, настроение классное, выходные, тепло, солнечно. Идем гулять. Сегодня я хочу вам показать один, наверное, из самых известных рынков, не буду говорить, что Великобританию, но в Лондоне так точно, рынок цветов, который называется Columbia Road Flowers Market, колумбийский рынок цветов. Он, ему более 150 лет, его там основали в 1800 каком-то году, и представляете, каждый год на протяжении вот этих вот 150 лет, даже больше, он работает только по воскресенью. Я живу на севере Лондона, в районе Хамстит, а рынок сам находится во второй зоне, недалеко от района Шородич. Кстати, очень прикольный район, мне кажется, здесь собраны, знаете, все умы и таланты, вот самых творческих людей, которые только могут быть. Он очень-очень интересный, и я думаю, вам нужно будет отдельное видео на эту тему записать и показать, как он выглядит. Вот почему это я, учитывая, что сегодня выходные, и у нас происходят опять какие-то волненные страйки, и все больше и чаще, и некоторые линии метро закрыты, фэкран закрыты, и пришлось спирать два автобуса, две пересадки, и время пути мне заняло где-то час-пятнадцать минут. Плюс еще 10-15 минут от станции нужно пройтись сюда, на этот рынок. Но он немножко где-то спрятал среди домов, но вы точно найдете его быстро, без каких-либо указателей. Несмотря на то, что он спрятан, вы видите огромные толпы людей, которые уже возвращаются с рынка, и все идут с цветочками. И честно говоря, ты сразу просто идешь под этим всем цветочком, ориентируясь по людям, откуда они все идут. Я безумно люблю цветы. Я сразу звоню Жене, говорю Жень. Я боюсь, что я сейчас выйду, вернусь оттуда с каким-то цветочком. Я специально оставила свою банковскую карточку дома, для того, чтобы я обычно скажу, что не хожу, у меня там уже фунтов 10 валяются в кармане, хотя этого уже достаточно, чтобы что-то купить. И я оставила специально свою банковскую карточку дома, чтобы у меня не было соблазна что-то купить. И тут я захожу, читаю информацию о рынке, хоть немножко понимают, что как к чему, и мне пишут, что не волнуйтесь, если у вас нет кэша, здесь можно везде рассчитываться картой, у всех продавцов есть специальные автоматы. И я... ну ладненько. У нас Жене есть небольшая наша такая традиция для подкрепления каких-то наших отношений, потому что я с своим мужем сейчас ждем на две страны, у нас такие отношения на расстоянии, можно сказать, но не по каким-то, знаете, нашим желаниям, а по тем обстоятельствам, которые сложились в Украине. Это война, и мой молодой человек, мой муж, прости, мой котик, мой муж, я знаю, что ты можешь смотреть. Просто это видео. Поэтому мой любимый муж находится в Украине, а я пока не живу здесь. И вот же, у нас с ним традиция такая, что каждый день, не важно в какой день, когда я сама захочу, или когда у меня замянута в другие цветочки, он... блин, ну что такое? Он всегда дарит мне какие-то букетики цветов, у меня есть его карточка, я иду, сама выбираю, покупаю, с ним заголосовываю. Поэтому... поэтому он знает, какие очень люблю живые цветы. Боже, какая красота, я пришла на этот рынок, я должна вам показать. Просто больной на голову человек, я обожаю живые цветы. Я захожу в Икею, я обязательно выхожу с каким-то горшком, а здесь, ну, точно что-то сейчас возьму. В общем, добро пожаловать на Columbia Road Clovers Market, и мы идем с вами гулять, смотреть, и надеюсь ничего не покупать. Ну, прям класс, класс, класс. Мне очень, кажется, интересно посмотреть цены, потому что я знаю, что здесь собирают цветы, то самые дешевые в Икею, огромные горшки с цветами. Но интересно, почему они здесь? Надеюсь, не так дешево. В общем, идемте. Как я это все люблю, мне все срочно нужно. Какой-то цветок упал, надо его поднять. Ой, блин. Вот, кстати, такой цветок, я когда-то жила в Одессе, у нас был в Юрокадемии такой цветок, и он, бляха, так быстро портится. А там вот этот кокос, который вредный, он с ним что-то происходит, если его там перелить, залить, короче, листики быстренько сохнут, желтеют и умирают. Поэтому я вот такой бы точно рекомендовала. Может, у кого-то он классно растет, не знаю. У меня, и я видела у знакомых, но просто умер сразу. Так, а что по ценам? Я не вижу здесь какие цены. А цены здесь никаких, что-то нету. Идем дальше, что здесь пишется. Так, вот какие-то сейл прайс 20 фунтов. Так, вот цены на клубнику. Кактусы. Какой-то кактус 15 фунтов. Ананасики. Боже мой, какие здесь запахи. Просто с ума схожу. Значит, вон цены на пальмы. 40 фунтов пальма. Кокосы тут 15. Вот это высокие пальмочки по 25. Побольше. 120. Честно, я не очень знаю, где какие названия. Они вроде как написаны. Вы для себя смотрите, что кому вам интересно. Ну, маленький коршочек, в принципе, вот 5 фунтов. Берите. Господи, как пахнет эта лаванда. 10 фунтов. Обалдеть. Сухая лаванда. Обалдеть. Лимончики. Деревья с лимонами. Батридцать пять. Лаванда. Розмарин. Потрясающе. Просто рынок. Я скажу с ума. Розмарин. У меня точно такой же горшок дома стоит. Обожаю что-то готовить и добавлять свежий розмарин. Так, здесь какие-то саженцы. Здесь больше дворовая история. Какая красота. Я обожаю вот такие вот огромные цветы, которые с пола идут. Так, сейчас надо вернуться обратно. Здесь по три, по пять. Сори. Так, значит, здесь стоит два букетика, а здесь фунтов. Либо один за шесть. Ну, шикарные букеты. Шикарные. Пионы. Ух ты. Штука называется. Пирс оф парадис. Стоит шестьдесят фунтов. Вот эти по десять фунтов. Так, что дальше? Вот машинка идет с цветами. Так, это уличная история. Вот здесь. Так, по тридцать фунтов вот эти вот большие. Эти по пятнадцать фунтов. Я, кстати, их тоже очень люблю с белыми цветочками, которые они очень классно долго стоят. Так, вот этот цветок какой-то десять фунтов. Сколько вот этот цветок? Мне тоже нравится очень цветок. Двадцать пять фунтов. Как он называется, дайте мне знать. Ну, очень классный цветок. Мне он тоже очень нравится. Какая-то никогда за ней не ухаживала. Не знаю, как он, но растет. Господи, сколько людей прям. Не разогнаться. Двадцать пять. Здесь какие-то маленькие. Разные цветочки. Какие розы шикарные. Вообще бесподобные. Так, и дальше идем. Так, вот здесь. Вот цветок, который я искала. Я его нашла здесь. Но он очень маленький. Мне надо повыше. Но я его нашла. Кстати, на разных сайтах он по-разному называется. Но это какой-то семейство фикусов. Вот, смотрите. Двадцать пять фунтов стоит такой вот горшочке. Мне надо повыше. И вот, кстати, написано, что можно рассчитываться картой. Карты, Apple Pay, American Express, которые здесь, кстати, тоже не часто берут. Луковицы какие-то. А, юки, кстати, да. Это тоже шпальмочка и луковицы. Дерево, кстати, классное. Тоже сорок пять фунтов. Тоже сорок пять фунтов. Тоже сорок пять фунтов. Субтитры сделал DimaTorzok Очень интересно, что возле этого рыночка, вдоль улицы, разные есть фендмейт-магазинчики с какой-то пьяной раскрытой, с разными вкусняшками, и очень часто рекомендую туда приехать на завтраки. Так, что здесь? Что у нас здесь? Здесь много всякого красивого. Лимончики, магазинчики. Мне кажется, чем дальше я захожу, тем сложнее передвигаться. Здесь тоже снова эти пальмы. Я что-то боюсь их покупать. Они вроде как красивенькие такие все, но мне кажется, они быстро будут высыхать, если что-то с ними там неправильно за ними смотреть. И вот это дерево, которое мне тоже нравится. Мне очень нравятся такие вот листья, знаете, они как-то какие-то как немножко искусственно выглядят, но они прям очень-очень классные. Так, как-то я понимаю, как-то я понимаю, какой это фудкорт с музыкой. Так, здесь сухо цвет. Такая вот штука остается целых. Понимаю, что мы, наверное, выходим с рынка. Смотрите, ребята вдоль сидят. Так, вот в принципе, мы и прошли весь рынок. Он небольшой, мне что-то казалось, что он будет больше, но в любом случае тоже есть, чтобы смотреть. У любителей британского кино здесь было очень много разных съемок. Например, здесь снимался фильм «Люди Икс», первый класс, часть которой 2011 года. И в этом фильме рынок использовался в одной из сцен, где разыгрывалось какое-то там событие, которое происходило в Лондоне. Также здесь снимался фильм «Ричер Джоэлл» 2019 году. Это биографический фильм производства Клинта Искута. Здесь тоже рынок использовался как место съемок. И также более, наверное, знакомый девочкам фильм. Это был «Бриджа Джонс», первая неразумная, 2004 года. И в этом фильме сцена была вечерней прогулки главной героини через рынок цветов. Хотя вечером, конечно же, он не работает. Это так, только несколько примеров фильмов, которые я как бы знаю, но их намного больше. Потому что здесь и формат рынка, очень кстати, интересный, похож немножко, становится хилом. И очень крутая архитектура, такого викторианского стиля. Поэтому очень привлекает многих кинематографов. Что касается цен, я думаю, что вы уже успели заметить, что цены варьируются в зависимости от сезона, от видов цветов, от спроса, от чего-то больше. Вот если вы заметили, что каких-то палим, которые сейчас по 25-30 фунтов, их очень много во всех магазинах. Их виды, может, много в карпочке на каждом прилавке они есть. Либо же те же тульпаны сезонные, да, истории. Вот. Но в ценах они начинаются за нескольких фунтов. За пакет простых цветов и достигают значительно каких-то больших сумм за экзотические, какие-то редкие люди. Также некоторые торговцы могут предлагать специальные скидки или распродажи от 20 дня, чтобы избежать красотных товаров. Обычно на рынке можно найти цветы и растениям по разным разумным ценам, особенно если еще хорошенько поторговаться. Потому что несмотря на то, что написан ценник один, с ними сюда можно договориться, особенно если конец рабочего дня рынка, да, то можно, я думаю, что-то интересное ухватить. Видите, опять вот идет человек, несет с этой пальмой, и с другой стороны разгребают их сегодня, прям разгребают. Значит, рынок в Лондоне работает каждое воскресенье с утра до полудня. Обычно он начинает работать около 8 часов утра и заканчивает свою работу около 2 часов дня. Но лучше всегда проверять точное время перед посещением, так оно может немножко изменяться, в отличие от каких-то от сезона, от праздника и так далее. Немножко на эту сторону, где людей поменьше. Поэтому, как по мне, лучшее время для посещения рынка это раннее утро, особенно в первой половине дня, потому что в это время можно насладиться и более свежим, широким ассортиментом растений, избежать всех этих толп, потому что воскресенье не принято здесь просыпаться, и в 8 утра бежать на рынок. И насладиться, наверное, какой-то такой, знаете, своей британской атмосферой. И, ну, обязательно стоит учитывать, что чем ближе к концу рабочего дня, тем больше вероятность получить хорошие скидки от продавцов. Да, также, можете заметить, но это аптека, мы идем вот дальше, чтобы обратила внимание, как нашла в одну сторону. Вот, последствия того самого рыночного дня по воскресеньям. Ну, слушайте, в Лондоне такое есть, нужно это показывать. Ну, также хочется вам показать момент вот этих вот боковых магазинчиков, которые напротив рынка. Чтобы иметь это главные улицы, нужно не забывать заходить сюда. Здесь очень много найти разные интересные торговые точки, особенно то, что сделано какими-то своими руками. По два пятьдесят, по три сделаны из дерева. Слушайте, ну, материал такой очень прям классный. Очень красиво. И вот, кстати, красивая посуда. Я, кстати, видела обзоры на эту посуду, не знаю, с какой керамики они сделаны. Это уже очень красиво. Кофейные кофе-чашки по шесть фунтов. Большие, по десять. Запахи здесь просто потрясающие. С разных сторон. С одной стороны пахнет зеленью, с другой стороны где-то кофе. Что запахи здесь тоже, говорят, вкусные. Дальше немножечко это... Что-то мылом каким-то, лавандой какой-то. Ну, вот мне кажется, если вы ищете вот такого формата, вот как я, растения, которые напольные, вот лучшие все-таки в начале рынка, они вот здесь все стоят. Вот это вот самое начало, первые пять штучек, вот они самые такие прикольные. Дальше что-то как-то больше, наверное, такое загородное. Ой, загородное, ну, которое не дома, уличное растение. Поэтому те, кто ищет такие штуки... Хотя можно, наверное, где-то немножечко еще погулять, они потом цены меняют и их распродают. Так. Я увидела растение, которое меня привлекает. Мне сейчас интересно, сколько оно стоит. Слая цветок, который я хочу, он вообще сейчас по 10 фунтов их отдают. О, наверное, я еще погуляю, посмотрю. Потому что мне чуть не нравятся там листочки такие, немножко испортились. Немножко не хочется брать испорченный. У нас, по-своему, среди, мне кажется, все больше и больше. Люди все в теме, люди знают, что надо приходить под конец рынка. У меня сейчас пол первого. Сейчас еще полтора часа до закрытия. Поэтому я думаю, что они сейчас начнут скоро все скидывать. Так, вернусь я еще к тем ребятам, которые в самом-самом начале были. Посмотрим, что есть у них. Ладно, сделаем проходочку. Господи, здесь так пахнет лавандой и розмарином. Обалдеть. Короче, я обошла этот рынок, мне кажется, раза три или четыре, туда и сюда. Он маленький, в надежде что-то вот все-таки для себя выбрать. У меня есть под вопросом цвета, который я хочу. Вот этот какой-то там суперфикус. Лена, это как-то так, я не знаю даже, как называется. Он просто в разных магазинах по-разному одевается. В общем, какой-то под вид фикуса. Я хотела его взять. И сейчас нам поставили на них распродажу, якобы по 10 фунтов. И ты слышишь, ты как думаешь, блин, он-то, он не высокий. Я хотела где-то вот такой, чтобы он хотя бы был высокий от пола. Он мне где-то будет, наверное, по пояс. В общем, вы поняли. И хотела взять, ну, то есть он, конечно, не так быстро растет. Но меня смутило то, что он такие листочки, прям, знаете, снутри были коричневые. Наверняка их можно как-то, да, их никак нельзя. Они прям засохшие внутри. И плюс, когда я уже думаю, ну, ладно, листочек там может обрезать, поправить, что-то такое. А потом я увидела, что внутри на них сидят белые какие-то червячки, типа. То есть я понимаю, что растения болеют. И сейчас надо больше времени потратить на то, чтобы его вылечить. Нежели кайфануть от него удовольствие. А я не всегда могу все растения лечить. Поэтому такое. Я из тех людей, у которых дома не прям все завалено. Цвета у меня стоит максимум на данный момент один цветок в горшке. И мне просто вот очень для какого-то своего уюта, комфорта не хватает еще парочку горшков. Максимум два, наверное. Но я хочу таких больших-больших, чтобы у меня было прям какая-то такое, знаете, заходишь и сразу уютненько. И вот мне этого не хватает. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Пока, пока не знаю. На них поставили по 10 фунтов. Я на них вот смотрю, но я думаю. Думаю про него и думаю еще про еще один из футов. Ну, да, у вас. Я вообще, у меня главная проблема, я нерешительная. Я всегда не могу решиться что-то покупать. У меня это во всем просто. Я взяли сразу, кто ты по гороскопу? Я рак. Я не знаю, вроде бы это не про рака, но... Я прям, прям вообще, прям не знаю. Прям, прям как-то так. Не знаю, вот сейчас смотрю, снимаю видео и смотрю на этот цветок. И вроде как хочу его, но вроде у меня уже не такой красивый, как может быть. Не знаю. Я в размышлениях пока что. Каких-то. Либо у меня просто соблазн, мне нужно дождаться Айкею, потому что в начале, вот апреля, сейчас нашся сезон, когда все цветы привозят, завозят и дождаться Айкею. И нам эти цветочки по 25 фунтов в горшках. Но они высокие. Ну, говоря высокие, но где-то до плеча будут они высокие. Я бы там сразу корышка три себе взяла, сделала такой большой куст. Да вот тогда бы да. А вот сейчас, наверное, не буду я тратить. Не знаю, зачем я это с вами размышляю, но просто это называется мои умозаключения в голове. Какие-то непонятные. Так что так. Еще раз подошла и решила, что не, не хочу. Там очень много разных червячков, мошек. Я понимаю, что цвет вроде красивый. Сейчас покупать лекарства, его лечить. Он может заразить же другие растения. Ну, короче, я не очень об этом специалист. Я бы что сейчас куплю, и он у меня просто умрет. Поэтому так. Короче, вот то, что я поняла сейчас. Сегодняшний момент, что происходит. Людей много, людей стало еще больше. Все повысыпались, приехали сюда. Но уже продавцы начинают скидывать цены. И 50% прям нормально так. Поэтому я думаю, что если здесь до сидей, до гулять, до закрытия, прям до двух часов, то можно очень хорошо и выгодно что-то приобрести. Мне, в принципе, здесь ничего не надо. Нет тех растений, которые я хочу. И не факт, что они так, наверное, скинут. Некоторые, хотя, может, и скинут, не знаю. У меня просто времени не особо много. Поэтому я сейчас просто закончу свой поход в цветочный какой-то кофейни. И на этом моменте хочу вам пожелать хорошего дня. Хорошего начала и хорошей рабочей недели. Если у вас начало рабочей недели, когда вы смотрите. В общем, просто, ребята, хорошего вам всем дня. Спасибо, что вы снова сегодня были со мной, смотрели это видео. Ставьте лайки, оставьте комментарии. Я всегда рада какой-то вашей обратной связи. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.